Кать, а про что мы сегодня видео снимаем? Ну давай про эвтаназию Про эвтаназию? Зачем? Блин, ты же сама сказала, что тебе там в Ириске кучки металлик пишут А, точно Блин, три дня тек стучила, а она как эвтаназия Бубучит Кто бубучит? Ирисончик Так, Ириска, у меня здесь собачий корм Всем привет Сегодня хотим поговорить на такую очень сложную, неоднозначную тему, как эвтаназия лошади К сожалению или к счастью, но у нас есть такая возможность решать, когда отпустить лошадь Такая возможность, она, конечно, накладывает на нас, как на владельцев, и огромную ответственность Вот у нас на конюшне есть старенькая пони, ей 35 лет И когда мы ее показываем в некоторых видео То периодически в комментариях пишут, что зачем вы мучаете лошадь Отпустите ее, ей уже пора Ну, друзья, что я хочу на это сказать Ну, во-первых, это лошадь У нее есть владелец Во-вторых, это только исключительно ответственность владельца Принять такое решение на основе полной информации о лошади Как она живет, как она относится к жизни, какие у нее диагнозы Так, Ирисон, мою красивую куртку не облизывай Какие у нее прогнозы, как она вообще интересуется жизнью или нет И по нескольким минутам видео, ну, невозможно такое решение принять И вот я, как человек, которому такое решение в жизни принимать приходилось Могу вам сказать совершенно точно Что как бы вы не взвешивали плюсы и минусы Как бы вы не советовались с разными ветврачами Другими опытными людьми Все равно у вас где-то в глубине души, да В глубине сердца будет сидеть вот этот вот червячок Который будет все время вас спрашивать А правильно ли я поступил А мог ли я сделать что-то по-другому И так далее И какое бы решение вы не приняли как владелец Поверьте, всегда найдутся люди Которые будут вас за это решение критиковать Если вы усыпите лошадь, да Найдутся люди, которые будут говорить Почему вы не сделали там Вот это и вот это можно было сделать Если наоборот вы будете продолжать как-то пытаться лошади вытащить Из того состояния, в котором она находится Опять же таки найдутся люди, которые будут вас критиковать И говорить, что почему вы не усыпите лошадь Она мучается, отстаньте от нее И так далее Поэтому вот лично я, например Не зная всей информации о лошади О ее состоянии Никогда не возьмусь критиковать человека Который что-то делает или не делает Ирисыч, на еще кусочек Ну какие показания более-менее однозначные На мой взгляд могут быть Это если, например, у вас лошадь Уже отказывается от еды То есть ей настолько плохо, что она не может есть И нет никаких вариантов как-то ее состояние улучшить Или если лошадь не может ходить Или даже стоять То есть нет никакого смысла Опять же, если нет каких-то благоприятных прогнозов Нет никакого смысла держать лошадь на подвесе Всю оставшуюся ей жизнь Потому что лошадь должна двигаться У нее под это заточены все ее системы организма И если лошадь двигаться не будет У нее просто начнут один за другим отказывать органы Ну и третья причина Наверное, такая самая, скажем так, уважительная Это если вы видите, что лошадь настолько в депрессии Что она, в принципе, ничем не интересуется Она вся ушла в себя И вот ей просто не хочется жить И я думаю, что любой владелец, который свою лошадь знает У которого есть какая-то эмоциональная связь с этой лошадью Он может подойти к своей лошади И у нее просто спросить Какое решение нужно принять Вот как бы этого хотела лошадь И я уверена, что любой такой владелец Он поймет, что нужно делать Для эвтаназии вообще-то существует не так много вариантов Первый – это инъекция Как правило, делается барбитуратами И второй вариант – это выстрел И, конечно, еще одно решение Еще один повод принять то или иное решение Это наличие в вашем окружении таких специалистов Которые могут вот это все дело провести То есть либо ветеринар с опытом и с необходимыми препаратами Которые тоже, в общем-то, в ближайшей аптеке за углом не купишь Либо это человек с ружьем Тоже, который не просто имеет ружье Но который может действительно выстрелить так Чтобы сделать все с первого раза Мгновенно И здесь как бы на ваше принятие решения Наличие таких людей тоже будет влиять Есть, конечно, еще и финансовая составляющая Дальнейшего лечения лошади И тоже здесь очень сложно кого-то осуждать Если у человека нет, например, финансовых возможностей Как-то дальше улучшать качество жизни лошади Тоже бывают такие комментарии Что вот зачем вы усыпили лошадь Надо было, значит, вот ее дальше там пытаться лечить А если у вас нет на это денег То отдайте ее кому-нибудь, у кого эти деньги есть Ребят, кому нужна чужая больная лошадь Требующая огромных вложений Ну, если это вы, напишите Я вам подкину парочку вариантов Если это не вы, то, пожалуйста, тоже не пишите таких комментариев Пристроить старую больную лошадь куда-то Это практически невозможно Не нужно каких-то розовых иллюзий на эту тему питать Вот, ну и в заключение что хочу сказать Что я очень надеюсь, что вам никогда не придется принимать такое решение А если и придется, то оно пройдет для вас как можно более безболезненно В том числе и в эмоциональном плане Ну, пока лошадь двигается хоть как-то Пока она ест, пока она интересуется жизнью Она гугучит, когда к ней приходишь В принципе, ну зачем ее усыплять Пусть живет, пусть радуется всему, что ей осталось Ходит она, конечно, трындец Вот у нас Ириска идет в конюшню Так, Ирисон, дай я тебя обойду Не уронить бы тебя Иди за мной Идет в конюшню Сама передвигается Требует кушать Интересуется жизнью Бубучит, когда к ней приходишь Сама принимает какие-то решения И несмотря на всю свою инвалидность Не производит впечатление лошади Которой вот как-то хочется попрощаться с этой жизнью Поэтому пусть живет, сколько отвел ей Бог А, ну можно так Наткнулся на тазик Вот этот? Так, Ирисон, аккуратно Сойдешь? Ай Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok